Сегодня получилась тема серьезная, но я не виноват, потому что я однажды могу исчезнуть с экраном навсегда. Такое может быть. Я, знаете, сегодня поднимал опять Богословский день, я не хотел говорить об этом. Мне надо было возвращаться. Я работал в саду. Я косил траву. Само понятие противного. Трава густая, жирнючая. Каждый слой травы, представляете, что такое? Десятилетиями не удобрять. И вот урожай получать, и почвы не портятся. Трава остается не вот эти дурь, которые они граблями убирают, а наоборот. И вот получилось, я накосился, сел за руль, поехал, попал в дикий град. Пытаясь спастись от града, заехал под большое дерево. Машина заскользила, уклон был. Спасал вроде бы, ну сейчас же стекла побьет. Спасал машину, уклон. Машина стала под 45 градусов, и любую секунду могла перевернуться. Если бы я вылез, она бы точно перевернулась. Я-то сидел слева, вот, как бы придавливая грузом. Закончился град, я сижу. Три машины остановилось, есть еще наши люди. Мужики с той стороны зашли и держали машину, потому что она в любую секунду могла опрокинуться. Держали ее, уперлись с нее рогами. Правда, там женщины кричали, сейчас вас задавят. Ну, их не жены. Вот, за них беспокоились. Ну, молодцы, ребята. Вытащили машину. Приезжаю в город, готовлюсь к вебинару. На кухне запах дыма. Захожу, горят два полотенца и стул. Что, почему? Мне стоит только начать такие темы. Вот, это я уже, сам не знаю, ну, уже отменить эту богословскую тему. Про Луну, которая искусственное создание. Вот, много чего еще накопилось. Когда я пытался говорить про этот, я же знаю еще невидимый мир, который рядом с нами. Живем, понятия не имеем, что мы только одна из цивилизаций. Только в этот самый раз, неприятно все случается. Затыкаюсь на все. Уже решил, больше не буду касаться. Не хотят они, чтобы мы о них знали. А вот это что? Самый на данный момент еще действующий, уважаемый мной, Саваногорский садовод из тех, кто еще же... Ой, слово-то какое. Ой, извини, Володя, я сказал еще. Который, слава богу, жив. Вот, многих лет тебе. И которого пригласил я. У меня был небольшой симпозиум. Были шушенцы во главе с... Это несколько лет назад. Во главе с этой... С Байковой, да, уважаемый ученый. Вот, многолетний директор ГСУ. И в Саваногорске представлял Филиппе, Володе, уважаемый человек. Один из трех тех, благодаря кому в Саваногорске плодоносят тысячи абрикосов, груш и яблок. Тысячи, тысячи, тысячи. Польза больше, чем от всей науки имеется взят. А сам где-то когда-то что-то читал. Как получилось, что он привает у земли, я его не учил. Он раньше у меня вышел на рынок. Вот. Как получилось, что только лучшая капулировка. Как получилось, что только на эти самые, на Сибирке. Как получилось... Ну, в общем, вы поняли, я про него фильм снимал. И вот этот, почему я его так долго представляю. Я сказал, Володя, вот сзади стояла команда, компания там, человек 6-7. Вот. Я говорю, Володя, вот, ты самый авторитетный для меня. Посмотри, вот эта вот ветка, это пень. Это была лада. Ниже она привита, то есть, это... От нее остался пень, она умерла. Вот. Ниже вот эта ветка уссурийской груши. Подтверди, до прививок нет. Горизонтальной ветки не то, что не прививаю, проклинаю, когда вижу где-то прививки в этих. Вот. Подтверди. А выросла... Отсюда перешли гены уссурийку, и она стала, вот она. Вот лада, а вот это вот сварок. Вот. Вот это вот одно из моих чудес. Больше этого чуда не будет. Спилили. Место надо освобождать. Вот. Уничтожено доказательство. Вот оно. А и вот только потому, что он самый авторитетный для меня. Вот. Еще любуйтесь. Вот это один из примеров ветки, которые нет. Вот так вот. Ученых я не дождался. А дальше надо место, дальше кушать хочется. Сварок, дикий урожай я показывал. Вот. Уступил место, ну, скажем, более таким, как бы, аристократическим собратьям. Ну, так, вот это вот Латвия. Я хочу познакомить вас немножко с Латвией. Знаете почему? Во-первых, потому что Андрей, я так перевожу, фамилия, по-моему, Зенин. Может быть, соврал. А имя, по-моему, Андрей. Он через Посредникова, это все-таки заграница. У меня выписывал кое-что. Так, и дело в том, что это Прибалтика. А Прибалтики, вспомните, наши уже русскоязычные живут. Вспоминайте. Калининград. И так далее. Давайте посмотрим, какие у него дела, успехи. Потому что это Латвия, это то же самое, что Ленинград. Ну, там пешком можно дойти. Но, наверняка, это точно можно доехать. Из Латвии в Ленинград. То есть, все рядом. Псковская область, Ленинградская область, например. Литва, Латвия, Эстония. С той стороны, это Балтики тоже. Прибалтийские государства тоже хорошо. Польша. Вот. Белоруссия там достают эти самые. Мусоны, пассаты. Вот. Смокрые. Тоже много чего гниет. Зима не было холодная. Сеянцы абрикосов, сливоперсиков. Видишь, перезимовали 100%. Меня вот это больше всего нравится, когда вот такое пишут. Может, преувеличил. У меня процент 95% от ваших предлагаемых сортов. 95%. То есть, почти все. По 7 в апреле. Весна наступила резко. Рано, тепло. Недели две стояла. Жаркая погода. Все зацвело. Ударили заморозки. Минус 3 минус 5. Для цветов, обычных цветов, они стоят смертельные. Четыре ночи подряд. Читаем внимательно. Какой бы он ни был латыш, а выражение русское. В итоге, всем сливом империческом оказалось по барабану. Какой же ты литовец. Какой вылитовец. Выражение русское. По барабану. Войлочная вишня. Ну, дальше, то есть, слива персика пронесло. Войлочная вишня. Десяти три погибли. Сын манчжурца номер три из пятнадцати семь. Но они от мороза. Вы согласитесь, что пятнадцать и двадцать для них, что для нас с вами Африка или Крым. Крупноплодные ассорти из двадцати пяти пятнадцать. Ну, десять из двадцати пяти это уже сад. У патриарха у пяти из тридцати подможжеветки. Ну, слово подможжи не годится, Андрей. Да, все бывает это самое. И причин достаточно много. Вот. Ну, ни слова, ни шо, ни это, двадцать, пятнадцать-двадцать градусов, ну, не солидно. Есть, ну, высохли, ну, замерзли, то есть, испортили еще, как еще. Ну, слово подможжи не годится. Снизу уже на главном молодую порцию. На всех других сортов, все до подмерзания. Нет никаких. Кстати, я всегда сохраняю это, стиль письма. На всякий случай. Так, чтобы потом меня не объявили, что я какую-нибудь там запятую добавил. В этом году, по-вашему совету, приобрел прививочную ножтина. Кстати, понятия не имею. У меня, по-моему, у меня два ножа. Все по-другому называются. Один, по-моему, Зелинген. Так, качество прививок возросло. Вот за это спасибо. Это меня радует. Смотрите, привил около двухсот прививок, и не прижилось только четыре абрикоса. Ну, а это же что? Говорит, у вас такое будущее, Андрей? По-двое полы на манджурец, полы на луча. То есть, и на манджурца пошли 200 прививок, и на лучу пошли. Спасибо за совет и помощь в вебинаре. Ну, вот. И ради чего я это самое... Смотрите, сейчас будет горькая, горькая пару минут. Не сравнивайте, пожалуйста, цены саженцев с ценой на водку. Это несравняемые вещи. Если ваши вебинары слышали ваши саженцы, они обязательно бы обиделись. Саженцы блюда. А те, кому нужна пареная водка, навряд ли интересуются садоводством. Дело в том, кто не в курсе, значит, в школе, вспомнишь, с института или со школы. Деньги – это эквивалент труда или вещи. Вот. Значит, в этот саженец ходят. Саженцы он сам по себе весит, да? И еще и трудно. Еще какой труд. И стоил, что Сергей продавал по 250 рублей. Я сравнил их с паленой водкой, потому что она стоит дороже. Вы сами знаете. Вот. Ну, вы можете за тысячу купить, и все равно паленой будет. Кто не в курсе, ну, попробуйте утром, вспомните. Так вот, что получилось? Дело в том, что вот эти вот саженцы – это жердели. Это они чистые жердели. Это же сеянцы. Это значит, что у них культурные папы. Это гибриды. Это я на прошлом объявил, что они выкопаны. Они ждут отправки за Красноярск, еще севернее. И это будет начало, в следующий шаг, бросок на север, я называю. Вот. И в части из них прекрасно саженцы выживают. Так вот, лежат и сейчас. Уже все высохло. Уже считайте, они мертвые. За ними не приехали. Вот. Сказка не состоялась. Я получил страшный удар. А у Сергея их убрал, чтобы на их место посадить другой. А у него просто больше нет земли. У нас в России земли нет. Сушинские ему показали большой кукиш в администрации. Вот это вот еще один удар. Очередной. А я бы не показывал. Вот. Если бы мне вдруг не раздался звонок. Да я бы купила. Да. Вот. Вот бы это. Не пригодились. Вот.